Интервью с капитаном, игравший сегодня команду Тайер Мусаевым. Тайер, ну 5-2 было по игре, команда очень сильно, очень мощно подошла, досрочный ответ, который принес 5 очков в команде, и решающий раунд. Скажите, пожалуйста, вы в разговоре с ведущим сказали, что у вас перед игрой было другое мнение насчет того, что играть решающий раунд или не играть. Что произошло в течение игры, или может быть это произошло в другой момент? Ну, добрый вечер для начала, добрый вечер вам, добрый вечер, уважаемые телезрители. Для начала я хотел бы поблагодарить общую нашу команду. Я имею в виду не команду игроков, а команду игроков, команду редакторскую группу, которая помогла нам с тренировочными вопросами, проводила. Вы знаете, мы живем в разных городах, и не так это легко собираться и тренироваться. Спасибо, Алексей, вам, спасибо остальной редакторской группе. То, что касается непосредственно вашего вопроса, ну, в принципе, я все сказал ведущему. Наверное, это было эмоционально, я старался себя сдерживать, но прямо перед игрой я узнал то, что я узнал. И узнал я это, в принципе, от капитанов. И не было это открытым, это, скажем так, когда я с капитанами дискутировал на тему того, что я не буду брать решающий раунд, потому что, ну, по результатам игры, Анард Недяфли понятно, что нужно играть дальше на клуб. И это то, что мы, в принципе, заранее обсуждали. К сожалению, ряд капитанов, и я обращаю внимание, что капитаны в мужском роде, а не в женском в данном случае, приняли другое решение, не посоветовавшись. И что наиболее обидно, скажем так, потому что все-таки игра, и игра должна быть настолько, насколько возможно, справедливой. Все-таки у нас есть уже случаи в виде Юлы, уже, а добавлять дополнительные определения, ну, мне кажется, это брать на себя не свое право. Я вас понял. Тайр, в тот момент, когда Равшан Аскеров, когда Альман Талыбов догадался о вопросе, на вопросе Руси Фукусейнова о лишнем весе, избыточных килограммах, Равшан Аскеров начал утверждать, что команде была осуществлена подсказка. Но камеры этого не показали, распределили в зале, которые, в принципе, являются помощниками ведущего, и они сказали, что подсказки не было. Как эта ситуация повлияла на вашу игру, на ваш личный настрой, и, как вы считаете, было ли какое-то действие со стороны Равана Аркадашвили? Потому что с точки зрения телевидения ничего не было. Ну, смотрите, во-первых, я сижу на капитанском кресле, и, насколько я понимаю, Равана Аркадашвили был за моей спиной, соответственно, я ничего не видел, но я теоретически, если это была подсказка, аудиоподсказка, то есть произносилось что-то, то я точно этого не слышал, и, соответственно, и не видел. Я склонен считать, что есть ли все в зале, кто имеет право на это, то есть непосредственно уполномоченные люди и уважаемые люди в зале сказали, что этого не было, то, конечно, этого не было. Да, была догадка Эльмана Талыбова в конце минуты, но что, разве мы не видели и не верим в способности Эльмана Талыбова, что мы не видели, сколько раз он вытягивал вопросы на последней секунде? Именно в первом раунде мы это увидели? Именно в первом раунде мы это увидели. Если я не ошибаюсь, счет стал 3-1, после этого мы упустили пару вопросов, после этого мы все-таки дошли до 5-2. Не думаю, что на нас это очень сильно повлияло, хотя это очень, конечно, неприятно. Вы помните, что я попросил ведущего удалить Аскерова, потому что я предполагал, что он будет продолжать такие действия. И суть не в вопросе. Почему я предполагал? Я предполагал, потому что Аскеров, естественно, как господин ведущий мудро подметил в конце игры, при определении лучшего вопроса, что Аскеров заинтересованная сторона, и он не раз показывал, что ради интересов своей команды он пойдет на все. Сбить команду с толка, шуметь. Пока не вывели человека не только из зала, но и из студии, он шумел даже за пределами ее. То есть это, естественно, сбивает. Все-таки люди пытаются сконцентрироваться и играть, а это важная часть в нашем ремесле и промысле. Поэтому Равшан делал то, что он должен был. Мы пытались делать то, что мы должны. Брать вопросы, отвечать на них. Ну, делали как могли. Тайр, если вопрос, предыдущие вопросы были непосредственно в сегодняшней игре, то следующий вопрос будет скорее об общей философии капитана команды. Вот у Равшана Аскеров философия такая, что если результат играющей команды Зантаков не выгоден мне, как капитану, как Равшана Аскерову, то я, Равшана Аскеров, болею против играющей команды. Вот какая философия у вас в этом случае? Если ваша команда была в тех же условиях, выиграл сегодня Эльман решающий раунд, и дальше через неделю играла следующая команда, вот вы в такой ситуации, как вы считаете, как правильно по вашему? На самом деле я хочу сделать комплимент Равшану Аскеру, несмотря на наши выводы из предыдущего вопроса и ответа, что он всегда говорит и делает то, что думает, и стоит на этом, да, и мы все это знаем. Гораздо хуже, когда говорят одно, а делают другое. В моем случае мы действуем по ситуации, но при всем при этом я, учитывая как благосклонные правила в этом сезоне команде, которые выиграли решающий раунд, а именно, что даже несмотря на возможность выигрыша решающего раунда по следующей команде, этот результат второй, он не перекрывает первый. Будет раунд-дуэль, и команда выигравшая не имеет значения в какой игре с решающим счетом, точнее решающий раунд с общим счетом, 6-0 в итоге, она будет иметь шанс пройти дальше с первого места, не потерять свой состав и так далее. Учитывая какие ставки в этом сезоне, конечно же и однозначно, несмотря на свой счет, я бы болел за команды и помогал бы в зале, как мы обычно делаем, да, то есть в случае, если есть правильная версия, если команда проигрывает и просит помощь в зале. Почему? Потому что ставки очень велики в этом сезоне. Если команды знатоков в целом и в общем проигрывают, расформироваются составы. Я как никто заинтересован в сохранении состава, все-таки стабильность, наверное, знак качества, и в этом случае у нас очень стабильный состав, сыгравшийся состав. Более того, я заинтересован лично, потому что я на данный момент живу в Киеве, и мне было бы очень трудно тренироваться и наигрывать новый состав с новыми людьми. Даже если я этих людей знаю по спортивной истории, что ли, когда и так далее. Ну, отсутствие четких правил рождает какие-то непонятные интриги и приходится в них каким-то образом выживать. Я понятия не имею, как мы будем голосовать через неделю, потому что, как я не раз говорил, у нас в команде демократии, мне нужно пообщаться со своими сокомандниками и принять какое-то общее централизованное решение. Будет ли это, ну, что это будет, покажет время. Ну, давайте немножко снизим градус, мы действительно о серьезных вещах с вами поговорили. В интервью с Аднаном Ахондовым мы затронули тему футбольного конкурса. Ну, ваша команда играла второй, поэтому, можно сказать, что даже к моменту, когда до вас лично нашла очередь выбирать, уже в 12-м по счету выбирали, значит, вы выбрали сборную Польши, а мы с Аднаном поговорили насчет того, с кем из фаворитов чемпионата Европы можно сравнить команды нашего телеклуба. Вот Аднан сказал, что вашу команду можно сравнить, как вы думаете, с какой командой? Я бы сказал, наверное, с Германией. Да, совершенно верно. Аднан сказал именно о немецкой машине, о том, что стиль игры вашей команды похожий именно на стиль игры сборной Германии. Скажите, я к моему согласен с этой точкой зрения, и на ваш взгляд, какие детали игры вашей команды делают ее похожей на сборную Германии, или сборной Германии похожей на вашу команду? Вы знаете, в нашей команде, если соглашаться с Аднаном, я скорее соглашусь, как и в сборной Германии, конечно, важны отдельные личности, и все их знают, и не в нашей команде, но в сборной Германии однозначно знают на мировом уровне. Однако возраст делает такое, что люди стареют, уходят из спорта, да, рано или поздно, появляются новые игроки, но Германия стабильно и показывает класс. Я, наверное, многие помнят, многие не помнят, что у нас состав за эти пять лет существования команды, да, то есть менялся. Приходили одни игроки, уходили другие. Он не был стабильным. Однако мы стабильно доходили либо до финала, либо до зимней серии. Получалось у нас так. Наверное, это имел в виду Аднан, когда говорил о сравнении с германской машиной, что игроки игроками, но важна команда, командная игра. Большое спасибо, Таир, за очень интересное интервью, за ваши ответы по игровой части, ну и по общему философскому подходу. Думаю, рейтинги увеличатся после этого. Лишь бы не сравнивали с Домом-2. Ну да, надеюсь, что не было. Таир, спасибо и до встречи через неделю.